Помимо ключевого слова type в Хаскеле существует еще одно ключевое слово new type. Если ключевое слово type задает синоним типа, то ключевое слово new type задает обертку над существующим типом с единственным конструктором. Давайте посмотрим, как задавать эти самые новые типы с помощью new type и для чего они нужны. Перед нами тип, список значений типа int, для которого я с помощью ключевого слова new type задаю обертку, которая зовется intList. intList представляет собой имя типа, это новое имя типа. У нее единственный конструктор и лист соглашения по именованию, точно такое же, как и для обычного ключевого слова data, имя конструктора данных, может совпадать с именем типа, а может не совпадать. В данном случае я делаю несовпадающим, хотя обычно это и это имя совпадают. И здесь я указываю некоторый существующий тип, упакованный как будто бы в некоторую коробочку и лист. Ну давайте приведем пример. Теперь после того, как мы задали этот тип, мы можем пользоваться этим типом. Вот перед нами пример, это список значений типа int1.2, упакованный в коробочку и лист. Если я запущу example, наберу здесь example и нажму на enter, я получу сообщение об ошибке. Что говорит мне это сообщение об ошибке? Она говорит, что нет представителя класса типов show для типа int1.2.2. Для списка значений типа int у нас был представитель класса типа show. Однако упаковка new type, в отличие от синонима типа type, приводит к тому, что представители, все представители, которые имеются у нас для упаковываемого типа, они пропадают. Собственно, в этом как раз и один из смыслов использования ключевого слова new type. Если у нас у некоторого типа, ну в данном случае список значений типа int, есть некоторая реализация интерфейса, а для этого типа данный интерфейс можно реализовать несколькими исключающими способами, то тогда мы реализуем одним способом этот интерфейс, то есть пишем представителя класса типов для базового, для того типа, который упаковывается, а другую альтернативную реализацию этого самого интерфейса мы пишем для упаковок new type. В данном случае исправить ситуацию легко, если мы хотим выводить в терминал значения нашего типа intList, мы должны просто добавить deriving show, перепоручив реализацию представителя класса типов show Haskell, что и делается в большинстве случаев. Ну а теперь, сохранив работу и перегрузив наш модуль, мы можем вывести значения типа intListExample на консоль. Мы видим, что у нас выводится список 1, 2, упакованный в конструктор данных и лист. Чем же типы, определяемые с помощью ключевого слова new type, отличаются от типов, определяемых с помощью ключевого слова data? Мы могли бы реализовать ту же самую конструкцию, используя значение, используя data. Действительно, мы можем реализовать тип с одним конструктором и положить в этот конструктор значение любого типа, в том числе список типа int. На самом деле, это поведение и это поведение будут совершенно одинаковыми. И здесь, и здесь мы можем использовать ключевое слово deriving. В чем же отличие между одним и другим способом определения? На самом деле, отличий два. Первое отличие заключается в том, что тип, который определен с помощью ключевого слова new type, гарантированно имеет ровно один конструктор с ровно одним параметром. То есть, он просто упаковывает некоторый вложенный тип, это его задача. А раз он гарантированно имеет один конструктор, значит, на самом деле, этот конструктор нам не нужен во время исполнения. Когда мы определяем тип с помощью ключевого слова data, этот конструктор нам нужен для того, чтобы, скажем, использовать его в сопоставлении с образцом. Однако, когда мы используем new type, компилятор Haskell позволяет делать более эффективную реализацию. Фактически, эта упаковка, контейнеры и лист, существует только во время разработки. А во время исполнения хранится просто список значений типа int. Поэтому, возможно, более эффективная реализация, в том числе и с точки зрения разного рода оптимизации. Вторая идея, вообще говоря, связана с предыдущим соображением. Эта идея в том, что тип данных, который определен с помощью new type, более ленив, чем тип данных, определенных с помощью ключевого слова data. Рассмотрим несколько примеров, которые иллюстрируют эту идею. Определим две функции, которые зовутся ignore, функция ignore и функция ignore штрих. Они определены совершенно одинаковым образом. Единственное, что в первом случае используется тип int list, точнее говоря, во втором случае, который определен с помощью ключевого слова new type. А в первом варианте, варианте со штрихом, используется тип данных int list штрих, который определен с помощью ключевого слова data. Что делают эти функции? Эти функции используют в сопоставлении с образцом в качестве аргумента. Здесь int list штрих, здесь int list. Игнорируют значения. Фактически эта функция вообще игнорирует свой аргумент, всегда возвращая строку hello. Однако здесь, и в первом, и во втором случае, у меня используется сопоставление с образцом. Давайте посмотрим, как ведет себя функция ignore и ignore штрих на значении undefined. Вызовем сначала ignore на undefined. Сначала ignore штрих на типе data. Мы получим сообщение об ошибке. Хотя функция не интересуется своим аргументом, тем не менее, в случае определения типа данных с помощью ключевого слова data, как произошло в этом случае, у нас должно произойти сопоставление с образцом, и наше значение типа, наше значение undefined сопоставляется с вот этим вот образцом. При использовании ключевого слова data сопоставление с образцом обязано происходить, и естественно, что проверяется, имеет ли наше значение вот такой вот вид, используется ли именно такой образец для нашего значения int-list штрих. Но поскольку там передается значение undefined, то сопоставление с образцом происходит ошибка, и наша функция расходится с сообщением об ошибке, которое произошло в момент сопоставления с образцом. Другое дело, а тип, который определен с помощью ключевого слова newtype. Если мы запустим нашу функцию ignore, назначение undefined на расходящейся функции, мы увидим, что нам возвращается строка hello. То есть сопоставление с образцом не происходит, просто потому что в этом случае, в этом случае, когда у нас используется ключевое слово newtype, компилятор знает, что у меня имеется всего один конструктор, и поэтому на самом деле во время исполнения никакого конструктора здесь нет, здесь просто стоит вот это самое подчеркивание, которое говорит, что ничего ни с чем связывать не надо. Поэтому у меня возвращается строка hello. Мы видим, что типы данных, определенные с помощью newtype, они более ленивые, чем типы данных, определенные с помощью ключевого слова data. Единственным ограничением конструкции newtype служат требования наличия ровно одного однопараметрического конструктора данных. Все остальное, что мы могли использовать при использовании ключевого слова data, можно использовать при определении типов с помощью ключевого слова newtype. Что это такое? Ну, во-первых, мы можем параметризовать типы, определенные с помощью ключевого слова newtype, некоторым параметрам. Здесь у нас описан очень полезный контейнерный тип identity. Этот тип используется в стандартной библиотеке. Так же, как функция identity принимает свой аргумент и ничего с ним не делает, возвращая его. Точно так же и тип identity представляет собой коробочку, которая просто ничего не делает. Она берет значение некоторого типа A и кладет это значение внутрь контейнера, который зовется identity. То есть identity это просто некоторый контейнерный тип, внутри которого лежит ровно одно значение произвольного типа A. То есть мы здесь видим, что это параметризованный тип. Второе, что мы можем использовать, мы можем использовать метки поли, то есть работать в синдексите записей. В данном случае для доступа к этому элементу типа A, который лежит у нас внутри нашей коробочки identity, используется функция runIdentity. Ну, мы можем исследовать свойства нашего типа. У типа мы можем спросить kind и в полном соответствии с определением identity имеет kind звездочка, стрелочка, звездочка. То есть мы видим, что это однопараметрический тип. Мы для типа определенного с помощью newtype можем использовать тот же самый оператор kind, команду, точнее говоря, команду ghcai, которую использовали для типа определенного с помощью ключевого слова data. Мы можем также спросить про тип конструктора. Здесь конструкт имя конструктора данных и имя конструктора тип совпадает. Когда мы спрашиваем, заменяем в предыдущем строке k на t, мы тем самым говорим о другой сущности. Это имя конструктора типа, а это тип конструктора данных identity. Ну, мы видим, что тип конструктора данных следующий. Мы передаем туда значение некоторого произвольного типа, и конструктор identity упаковывает значение этого типа в коробочку identity. В контейнер identity. Таким образом, эта функция, конструктор, представляет собой функцию упаковки, а функция run identity наоборот представляет собой способ распаковать эту коробочку. То есть она принимает упакованное в identity некоторое значение и вынимает это значение из коробочки. То есть identity это простой контейнер, который ничего не делает, просто присутствует. Более того, поскольку он определен с помощью ключевого слова new type, на самом деле этот контейнер присутствует только во время разработки, в design time. Мы будем видеть эту коробочку и пользоваться ей, упаковывая и распаковывая в нее значение, когда разрабатываем нашу программу, обеспечивая тем самым некоторый типовой контроль над тем, что происходит. Но во время исполнения этой коробочки нет и на самом деле во время исполнения у нас всюду, где во время разработки хранится значение, упакованное в контейнер identity, на самом деле в реальности во время исполнения хранится просто значение соответствующего типа A. Субтитры создавал DimaTorzok